Добрый день. Слышно ли меня? Здравствуйте, слышно. Супер. Давайте тогда потихоньку начинать. Надеюсь, что остальные подтянутся. Сегодня у нас будет не очень длинное занятие. Прошу прощения, что снова в Zoom. Есть, к сожалению, технические проблемы с тем, чтобы сегодня проводить в аудиторию. Сегодня будем разговаривать о том, как, собственно, к анализу выживаемости можно приспособить машинное обучение, в частности, деревья выживания и случайные леса выживания. Вот, соответственно, сравним их с моделью Кокса, которую мы изучали в прошлый раз. Вот, и поскольку для меня тоже неожиданность того, что это занятие переходится проводить в режиме онлайн, я надеюсь, что вы со мной сегодня все же немножечко поразговариваете. Вот, поскольку я предполагал, что я буду достаточно много вопросов задавать в аудиторию. Соответственно, сегодня мы будем пользоваться библиотеками Lifelines, которую мы рассматривали в прошлый раз. Помимо этого, также будем использовать библиотеки Scikit Survival и PySurvival, которые позволяют как раз использовать уже модели машинного обучения для цензурированных данных. Соответственно, от Scikit Survival мы хотим использовать построение деревьев выживаемости, а, собственно, из PySurvival мы будем использовать случайный лес и модель Кокса. Вот, соответственно, почему мы будем использовать две разные библиотеки, потому что в Scikit Survival немножко отличается способ передачи данных в модель от того, что мы привыкли в Scalern. Вот, в этом смысле PySurvival гораздо больше похоже по интерфейсу на Scikit Survival. Ну, соответственно, у нас еще будет один вспомогательный скрипт, который позволит нам визуализировать деревья выживания. Вот, ну и, соответственно, начнем с того, на чем мы остановились в прошлый раз. Это, собственно, Cox Proportional Hazard Model. И, соответственно, мы с вами говорили о том, что для построения этой модели нам нужно соблюдать некоторые условия. В частности, мы говорили о том, что есть Proportional Hazard Assumption, допущение, которое мы используем при построении модели риска. Соответственно, они заключаются в том, что функции риска для различных пациентов будут всегда пропорциональны друг другу. То есть, по сути дела, у вас есть некоторая форма функции риска, и, соответственно, она не меняется в зависимости от пациентов. Однако это не всегда так. Что еще не так с моделью Cox? Это, соответственно, то, что она не может моделировать нелинейное взаимодействие между риском и значениями переменной. Как это можно понять? Ну, соответственно, у нас, как вы помните, есть некоторый baseline, есть базовая функция риска, которая просто домножается на некоторый коэффициент, который, собственно, представлен произведением весов на признаки. Соответственно, экспоненты, возведенные в степень произведения весов на признаки. Вот, соответственно, если мы будем варьировать значения переменной x, то мы, соответственно, будем либо увеличивать, либо уменьшать базовый риск. Соответственно, мы не можем моделировать такую ситуацию, что, условно говоря, при низких значениях x риск будет выше, чем для средних значений x. И также мы не можем моделировать параллельно ситуацию, когда для высоких значений x риск также будет выше, чем для средних. То есть это можно… Сейчас попробуем нарисовать. Видно ли график? Да. О, супер. Да, соответственно, с помощью модели Кокса мы можем моделировать, по сути дела, только такие варианты, линейные. То есть риск h от t будет либо уменьшаться, либо увеличиваться при изменении x, но мы не можем, соответственно, моделировать вот такой вариант, когда у нас риск для низких значений x будет высоким, потом, соответственно, на промежуточных значениях x снова будет низким, и на больших значениях x он снова будет высоким. Соответственно, мы такие взаимоотношения моделировать с помощью модели Кокса не можем. Вот, соответственно, у нас должен быть какой-то способ определить функцию риска для, соответственно, различных популяций. Вот, и, соответственно, давайте посмотрим, как мы можем это сделать. Соответственно, давайте рассмотрим вот такой вот пример, искусственно сгенерированные данные, которые мы представим следующим образом. Соответственно, это данные по выживанию. И что здесь отображается? Значит, черные точки – это, соответственно, произошедшие события. Белые точки – это цензурированные данные. Число – это, соответственно, время последнего наблюдения от начала исследования. И, соответственно, по осям это у нас некоторые два признака. Соответственно, табличка выглядит вот так, вот просто значение x1, x2 двух переменных, собственно, события, которые нас интересуют, и время от наблюдения до наступления события, либо, собственно, до последнего наблюдения, до последней точки наблюдения. Соответственно, как вы думаете, можно ли смоделировать риск и, соответственно, выживание для таких данных с помощью модели Кокса? Ну, получается, здесь вряд ли линейный метод сработает? На самом деле, возможно. Потому что, смотрите, если вы помните, на прошлой лекции, я сейчас ненадолго вернусь в нашу прошлую лекцию, когда мы рассматривали Cox-Proportional-HazardModal. В частности, мы рассматривали такой вариант, когда мы сюда добавляли формулу. Это выглядело так. Сейчас, прошу прощения. Lock. Соответственно, мы могли добавить в модель Кокса дополнительный эффициент, дополнительную переменную, которая обозначала бы взаимодействие между двумя переменами. Соответственно, в данном случае это просто умножение. И здесь, если вы посмотрите, по сути дела, как раз такая ситуация. То, что если вы посмотрите по одному признаку, то здесь достаточно трудно понять, как зависит выживание пациентов от значений переменной. Поскольку здесь, если мы будем пытаться сделать какое-то разбиение, например, по переменной x1, мы везде натыкаемся на такую ситуацию, что и здесь, и здесь повсюду у нас встречаются разные пациенты с разной продолжительностью жизни. И если мы, на самом деле, будем пытаться что-то делать, какие-то разбиения по переменной x2, то есть, условно говоря, если мы проведем черту вот здесь, x2 равно 0,4, то мы примерно можем отделить, грубо говоря, тех пациентов, которые живут недолго, от тех пациентов, которые живут дальше среднего. Но при этом, что мы видим? Мы видим то, что взаимодействие двух переменных, то есть, одновременно высокое значение и x1, и x2 дает нам, собственно, наилучшие показатели выживаемости. Так вот, модель Кокса на самом деле может справляться с такими данными, но если бы мы, например, представили, что пациенты с такой же продолжительностью жизни будут располагаться вот в этом углу, то здесь модель Кокса нам бы не помогла, поскольку здесь как раз уже появляется вот это вот нелинейное взаимодействие, поскольку низкие значения произведения и высокие значения произведения дают нам меньший риск, а, соответственно, промежуточные какие-то значения дают нам риск больше. Ну, соответственно, здесь промежуточные значения тоже не заполнены, но мы гипотетически их заполняем. Вот. И, соответственно, думаю, что вы уже успели обратить внимание на то, что здесь мы можем выделить, условно говоря, несколько подвыборок пациентов, для которых мы бы сделали разный прогноз. То есть это пациенты в нижнем правом углу, которые живут хуже всех, пациенты в верхнем правом углу, которые живут дольше всех, и некоторый середнячок – это, соответственно, пациенты в верхнем левом углу. Соответственно, у нас должна возникнуть мысль о том, что неплохо было бы, наверное, как-то попытаться разделить эти три группы и, соответственно, для этих групп построить свои оценки функции выживания, функции кумулятивного риска и так далее. И, соответственно, как мы можем попытаться это сделать. Собственно, здесь у нас, по сути дела, как бы возникает аналогия с деревьями решений. То есть мы должны выбирать некоторые пороги, которые будут разделять наши данные таким образом, чтобы как можно сильнее, как можно больше диссимиллярити получить между, собственно, объектами, которые получатся слева и права от трешхолда разбиения. И, соответственно, мы можем это представить, например, вот так. То, что у нас первое разделение, которое, собственно, мы можем использовать, это взять и отделить вот эту вот группу короткоживущих пациентов от всех остальных случаев. Тогда в оставшейся части данных мы, соответственно, можем применить еще одно разбиение уже по другой переменной, по переменной x1. И, соответственно, если мы проведем трешхолд по значению переменной x1, равная 3, то, соответственно, мы таким образом отделим среднеживущих пациентов от долгоживущих пациентов. Таким образом, у нас получится три популяции, для которых мы уже можем моделировать как бы свои функции кумулятивного риска, свои функции выживания и так далее. То есть вы помните, что из прошлой лекции, что одно у нас выводится из другого. Соответственно, мы можем, например, построить оценку Каплана Мэйера для пациентов из каждого вот этого получившегося поднабора, либо мы можем оценить кумулятивный риск с помощью оценки Нельсона Аллена. Что она из себя представляет? Соответственно, если вы помните, на прошлом занятии функцию риска, мы могли оценить как вероятность того, что событие произойдет в некоторой временной точке, t большое, равное t малому, при условии, что продолжительность времени до наступления события, то есть условного времени жизни, будет превышать или быть равным собственно этому, этой временной точке. И мы считали вот эту вот вероятность как отношение d-итова к n-итому. Кто-нибудь помнит, что из себя представляет d-ит и n-ит? Вот, к сожалению, нет. Хорошо, значит, тогда напоминаю, значит, d-ит – это количество пациентов, которые умерли, собственно, в момент времени t, в момент времени i в данном случае, а n-ит – это количество пациентов, которые находятся в зоне риска к этому времени, то есть количество пациентов, которые дожили до этого времени. Да, то есть если мы, например, посчитаем для вот этой вот группы, для короткоживущих пациентов, вот эту вот оценку кумулятивного риска для t, равного 1, давайте для t, равного 2, что мы получим? Соответственно, у нас здесь будет два слагаемых, первая из которых будет, собственно, когда i равно 1. Так, вопрос из чата. Пять на секунду. Умерли к моменту t или в момент времени? Нет, конкретно в момент времени t. То есть, соответственно, у вас есть вот эта вот колонка duration, и, соответственно, здесь для нулевого пациента смерть произошла как бы на восьмой день, условно говоря. И, соответственно, мы считаем вот количество таких вот пациентов, которые умерли именно вот в восьмой день, и мы видим, что как бы здесь это один пациент. Вот, соответственно, здесь, если мы будем считать h маленькая от единицы, что у нас получится? Соответственно, количество смертей на первый день – это одна, и, соответственно, количество людей, доживших до первого дня – это пять. То есть, мы считаем в том числе тех пациентов, которые умерли на первый день. То есть, условно говоря, они, то есть, как бы здесь вот этот вот знак «больше или равно» он как раз-таки обозначает то, что единица, вот эта вот смерть, она входит в состав знаменателя. Вот, соответственно, у нас получается одна пятая, и затем второе слагаемое, когда h от двух, мы пытаемся считать, это, соответственно, количество смертей на второй день – это два, и количество доживших пациентов до второго дня – это, собственно, четыре, поскольку вот эта единица у нас уже не участвует. Вот, и получается, что кумулятивный риск от двух – это будет, собственно, одна пятая плюс одна четвертая. И, соответственно, мы можем построить такие оценки для всех вот этих вот наших трех групп, и можно увидеть, что, ну, собственно, как бы они как раз-таки разные. Вот, да, как раз то, о чем я говорил, кумулятивный риск, когда мы считаем для hb от t, соответственно, первое слагаемое – это у нас 0,2, то есть, как бы одна пятая, и второе, собственно, кумулятивный риск от двух – это 0,5 плюс 1,4 плюс 1,5, соответственно, это вот это вот значение. Так что наши расчеты соответствуют машинным расчетам. Вот, и, соответственно, мы видим то, что в данном случае кумулятивные функции риска будут разные для наших трех групп. Вот, соответственно, мы можем предполагать, что такие оценки выживаемости пациентов, они будут гораздо более релевантны, чем если бы мы их как-то оценивали неотрывно, не как бы общей когортой. Вот, соответственно, мы, по сути дела, здесь как раз-таки воспроизвели процедуру построения дерева выживаемости. Что именно мы сделали? Мы посмотрели на данные, нашли некоторые пороги разбиения данных, которые максимизировали бы различия между разбиваемыми группами. И, соответственно, провели оценку некоторых характеристик в каждом получившемся элементе листа. Теперь давайте как-то формализуем этот процесс. Соответственно, нам нужно понимать критерий разбиения для дерева выживаемости. Давайте для аналогии вспомним, что является критерием разбиения объектов по узлам обычных деревьев и решений. Кто-нибудь помнит? То есть если речь идет просто о задаче классификации. Энтропию можно посчитать. Энтропия, да, это один из вариантов. А вы еще что-то говорили? Ну, в смысле, как уменьшение, да. Да, 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 да. Там, в общем, есть много критериев. Вот, да. Ну, собственно, один из этих критериев – это энтропия. Совершенно верно. Второй критерий – это то, что называется Gini Impurity. Вот. Они, ну, по сути дела, работают достаточно, ну, примерно одинаково хорошо для задач классификации. Вот, соответственно, а для задачи предсказания выживаемости. Как вы думаете, какой критерий можно использовать, чтобы вот так вот разбивать данные? Подсказка. Мы об этом критерии говорили на прошлом занятии. Когда сравнивали две кривые выживаемости. Ну, ладно. Как вам? Да, 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 совершенно верно. LogRankTest. Таким образом, как именно будет производиться наше разбиение, соответственно, когда у вас есть корень дерева и вам нужно сделать первое разбиение, соответственно, у вас есть два признака, по которым вы можете провести первый трешхолд, либо x1, либо x2. Вот. И, соответственно, вы перебираете все возможные комбинации, точнее, все возможные пороги разбиения по обоим переменным и для каждого этого порога считаете разницу между получившимися оценками выживаемости, построенными с помощью Каплана Мейера. Вот. И, соответственно, вы считаете между ними, ну, вы считаете для них LogRankTest и, соответственно, то разбиение, которое дает наилучший p-value и будет, собственно, тем разбиением, которое вы ищете. Соответственно, аналогичную процедуру вы повторяете уже в дочерних узлах, ну, и, собственно, так далее, до тех пор, пока дерево не исчерпается. Такой вопрос. В какой момент мы должны понять, что дальнейшее разбиение невозможно? Как вы думаете? То есть, например, может ли быть дальнейшее разбиение, например, узла, в котором есть всего два наблюдения? Или, может быть, еще какие-то ситуации могут прийти вам на ум? Ну, вообще, наверное, это бессмысленно, но, наверное, когда просто перестает быть, хотя, если p-value все еще отличается, это, наверное, есть смысл разбивать. Ну, тут скорее, смотрите, разумно ли, например, отделять группу, в которой, вот представьте, что мы отделяем вот вторым разбиением группу, в которой все точки цензурированы, то есть не произошло ни одной смерти? Ну, в смысле, мы не знаем как бы про них. Да, да, мы про них ничего не знаем, но, соответственно, в оценке Каплана Мэйера они учтены не будут, поскольку, если вы помните, то оценка Каплана Мэйера, она изначально как бы равна единице, и затем она опускается тогда, когда, собственно, происходят ивенты, то есть когда кто-то из пациентов умирает. Соответственно, если вы отделяете лист, в котором у вас нет как бы ни одного события, то такое отделение бессмысленно. Вот, соответственно, в каждом листе должна быть хотя бы одна уникальная смерть. Уникальная это уже как бы немножко на будущее, когда мы будем объединять деревья в листа выживания, мы будем использовать, собственно, bootstrap, это сайплирование выборки того же размера с повторением, соответственно, несколько неуникальных наблюдений могут попасть в один лист, и, соответственно, мы хотим, чтобы была хотя бы одна уникальная смерть в одно уникальное событие в одном из получившихся листов. Иначе, соответственно, это разделение будет бессмысленно. Вот, значит, мы построили, соответственно, дерево с использованием логрангового критерия и как мы будем получать предсказания для объекта. То есть, у нас есть некоторый новый объект, поступающий к нам 15-й строкой в таблице, для которого есть свои значения, соответственно, x1 и x2. И мы хотим оценить, например, его функцию выживания или функцию рисков. Соответственно, как мы можем это делать? Это делается очень просто. Собственно, по оценке Каплана Мэйера или Нельсона Аллена для соответствующего листа мы можем как раз таки судить о выживании, о функции выживания для того объекта, который, собственно, мы пытаемся как-то описать с помощью нашего дерева. Вот. Ну и давайте посмотрим, собственно, на саму процедуру обучения деревьев выживания. Для этого мы будем использовать библиотеку Scikit Survival и импортировать из нее Survival 3. Вот. Значит, здесь, как я уже говорил, здесь довольно необычный формат подачи данных в модель. Значит, есть специальная функция GetXY, которая, собственно, трансформирует данные к тому виду, который употребляется моделями из Scikit Survival. Соответственно, если мы применим эту функцию к нашему датасету, то мы получим следующее. Значит, мы пытаемся разбить наш датасет на X и Y. Соответственно, X это фичи, то есть признаки. Здесь мы указываем ивенты и время до наступления ивента, либо до последнего наблюдения. Вот. И, соответственно, лейбл, которым означается наступление события. В нашем случае, соответственно, единицами обозначалось наступление смерти, нулем обозначалось цензурирование. Вот. Ну и, соответственно, получаем X. Собственно, здесь как раз-таки ничего необычного, а Y выглядит вот в таком формате. Вот. То есть, это такой некоторый список кортежей из boolean значения и, соответственно, float. Так. Вот. Соответственно, мы дальше действуем аналогично с калерновским моделем. То есть, просто делаем fit X и Y. И далее, собственно, для чего мы как раз импортировали наш вспомогательный скрипт, это, собственно, для визуализации самого дерева. Вот. Соответственно, здесь видно, что само дерево строилось примерно по такой же логике, как разбивали данные мы. Соответственно, первый порог был выбран по значению X2 0,4. Соответственно, отделяется пять значений. Второй порог выбирался по значению X1 2 875. Соответственно, можно сравнить первый порог X2 0,4. Второй порог 2 0,85. Ну, как бы почти. Соответственно, мы практически верно воспроизвели алгоритм построения дерева. Вот. Теперь вопрос. Как мы можем перейти от деревьев собственно к лесу? Значит, здесь правила, ну, по сути дела, точно такие же, как для обычного случайного леса. Когда мы объединяем несколько деревьев в ансамбль, нам нужно сделать деревья максимально некоррелирующими друг с другом. То есть, они должны учиться на разных объектах, на разных признаках. И, соответственно, этого мы добиваемся через применение бутстрэпа и метода случайных подпространств. Соответственно, как мы действуем при построении модели Random Survival Forest? Первое, что мы берем, это мы берем несколько бутстрэп-выборок, то есть, это выборки с возвращением. Вот мы можем накладывать ограничения на размеры этих выборок, но по умолчанию используются выборки такого же размера, как и тренировочные. Соответственно, поскольку у вас выборки конструируются с возвращением, то у вас в среднем каждая такая выборка, она будет включать примерно 63% от всех наблюдений. Оставшиеся наблюдения будут называться Out of Back, и они будут использоваться для валидации модели. Соответственно, дальше на каждый такой бутстрэп-выборке будет строиться дерево выживания, но при этом для каждого такого дерева выживания мы ограничиваем набор признаков, по которым может производиться разбиение узлов. Мы выбираем некоторое заранее заданное количество признаков, количество P, и соответственно используем его для разбиения. Это собственно метод случайных подпространств. И используя дальше логранговый критерий, мы подбираем наилучшее разбиение между дочерными узлами. Как будет строиться предсказание? Когда речь шла о дереве, это было достаточно просто сделать, поскольку здесь для каждого листа по сути дела своя оценка выживаемости с помощью Каплана Мэйера. И собственно эта оценка как раз таки будет характеристикой объекта, который мы пытаемся таким вот образом предсказывать выживаемость, для которого мы пытаемся предсказывать выживаемость. Если же речь идет о случайном лесе выживания, то здесь этот объект соответственно будет проходить через разные деревья и соответственно мы получим несколько таких оценок Каплана Мэйера от каждого из деревьев. Что мы будем с этим делом дальше? Мы будем по сути дела для каждой временной точки усреднять эту оценку. То есть у вас есть оценка Каплана Мэйера для каждой временной точки. Давайте немножко снова вернемся к предыдущей лекции. Соответственно у вас для каждой временной точки есть некоторая оценка и между различными деревьями вы будете усреднять эти оценки и собственно среднее по деревьям это и будет предсказание вашего случайного леса. Итак усредняя значение оценок Каплана Мэйера для каждой временной точки вы получите некоторую общую кривую выживания для того или иного пациента в зависимости от того куда он попадал по деревьям в лесу. Ну и собственно давайте попробуем построить какую-нибудь модель. Соответственно здесь мы будем уже использовать библиотеку PySurvival поскольку у нее гораздо проще обработка данных чем у Cykit Survival вот соответственно мы будем сравнивать COX Proportional Hazard Model и Random Survival Forest вот сравнивать мы их будем по метрикам которые называются индекс конкордантности думаю вы помните с прошлой лекции что это такое ну и давайте оценим как работают эти модели на некоторых симулированных данных то есть мы их генерируем из некоторого распределения в данном случае мы берем лог нормальное соответственно можно представить себе это вот так собственно это у нас будет базовая функция выживания вот и по этому распределению мы будем собственно генерировать наши данные с двумя признаками то есть по сути дела как бы здесь у нас тоже будет x1 и x2 time event в общем получается таблица примерно такая же как мы видели до этого вот ну и соответственно что мы видим единственное что здесь да есть возможность задать количество образцов поэтому вручную не нужно ничего придумывать вот что здесь можно увидеть если мы опять же визуализируем эти данные вот в таком ключе ну сразу какую-то закономерность здесь уловить достаточно трудно вот поэтому здесь лучше попробовать собственно применить наши модели соответственно мы отделяем признаки это наши x1 и x2 собственно разделяем наш data frame на тренировку и валидацию вот и соответственно в отличие от стандартных алгоритмов машинного обучения у нас здесь будет три набора раньше у нас было x train y train и аналогично для теста здесь будет x train t train и e train соответственно время и event наличие или отсутствие задается двумя векторами вот ну и соответственно возьмем модель кокса и собственно сделаем fit x train t train e train и посчитаем конкордантность соответственно между предсказаниями модели и реальными данными то есть уже на тесте и собственно что мы видим в данном случае c индекс 0.61 это уже больше чем 0.5 соответственно довольно неплохо мы можем сравнить это с реальными данными еще таким образом то есть если вы помните с помощью модели кокса мы можем предсказывать ожидаемая продолжительность жизни вот с помощью такой функции predict expectation и соответственно мы можем оценивать количество пациентов подверженных риску на каждый момент времени соответственно количество пациентов подверженных риску на каждый момент времени это пациенты которые остались в живых собственно к этой временной точке и мы можем собственно сравнить это с тем что происходит в реальности Значит, реальные данные у нас представлены красной линией, предсказанные данные синей линией и, собственно, мы можем посчитать в целом как бы различия по всем временным точкам с помощью, например, RMSE и посмотреть, что разница будет примерно 5,5. Вот, хорошо это или плохо, но, соответственно, надо смотреть в сравнении с Random Forest. Вот, давайте теперь попробуем обучить Random Forest. Соответственно, для этого мы создаем объект Random Survival Forest Model с заданным количеством деревьев и, собственно, ему также делаем fit с определенными параметрами. То есть, что мы здесь будем использовать? Здесь, по сути дела, параметры одного дерева. Max Features определяет как раз вот это значение P, о котором идет речь здесь. То есть, оно задает метод случайных подпространств, какое количество признаков будет использоваться при построении одного дерева в случайном лесу выживаемости. Затем Max Depth – это, собственно, глубина дерева. И MinNodeSize – минимальное количество объектов в узле, которое дальше дробить нельзя. То есть, каждый дочерний узел будет представлять собой количество объектов, превышающее или равное 20. Ну и, соответственно, мы также можем посчитать индекс конкордантности между предсказаниями такого случайного леса и реальными данными. И, соответственно, это будет 0.74. Для сравнения, модель Кокса нам давала значение 0.61. Соответственно, предсказание здесь, точнее, ранжирование пациентов по риску такая модель выполняет точнее. Давайте теперь посмотрим на сравнение с реальными данными. Здесь RMSE примерно такое же, как у модели Кокса. В прошлом случае было 5.5, здесь 6.3. По форме примерно оно совпадает. Видно, что они показывают себя в данном случае примерно одинаково. Соответственно, исходя из индекса конкордантности, мы можем сделать вывод, что в данном случае Random Survival Forest сработал лучше, чем модель Кокса. Соответственно, здесь есть некоторые принципы применения тех или иных моделей. Соответственно, если у вас, как правило, если у вас выполняется Proportional Hazard Assumption, если у вас немного данных, то вам предпочтительнее будет использовать Кокс-Пропортional Hazard Model. Random Survival Forest раскрывается тогда, когда у вас есть, во-первых, много данных. Соответственно, у вас получается создать достаточно большое количество узлов с какими-то адекватными оценками выживаемости. И при этом, когда у вас Proportional Hazard Assumption нарушается, тогда как раз-таки вам лучше будет использовать Random Survival Forest, чем модель Кокса. Еще есть способ посмотреть на индивидуальные для каждого пациента функции выживаемости реальные и те, которые, собственно, предсказываются моделями. Но здесь мы видим, что предсказания двух моделей, они, по сути дела, идентичны. То есть вот здесь в черном показана реальная функция выживания для конкретного пациента. То есть здесь у нас был Baseline, вот здесь, который, соответственно, будет меняться в зависимости от параметров X1 и X2. Но при этом форма его будет сохраняться. Соответственно, предсказания моделей практически в данном случае идентичны. И что еще важно отметить, это важность признаков. Как мы можем оценить важность признаков в Cox Proportional Hazard Model? Собственно, вопрос к тем, кто с предыдущей лекции. Ну, собственно, важность признаков – это то, насколько… Да, снижает его наличие, насколько снижает как бы хазард для группы пациента. Да. Да, или если это количество, то увеличение на единицу. Да, соответственно, это хазард рейшо. Вот, по сути дела, как бы это экспонента в степени коэффициента, на который умножается значение признака. Как мы можем оценить важность признаков для случайного леса? Если вы помните по случайному лесу, который использовался для классификации или же регрессии, соответственно, для классификации, там мы оценивали важность признаков на основании того, что называется как бы impurity decrease. То есть, насколько разбиение по тому или иному признаку позволяет получить более разные дочерние группы. Вот, здесь, соответственно, мы impurity decrease не используем, но мы можем использовать то, что называется permutation importance. Как это делается? Соответственно, представьте, что для каждого дерева в нашем лесу есть некоторые объекты out of back. И для таких объектов out of back мы перемешиваем значение признаков между объектами. То есть, у вас есть такая же колонка x1, колонка x2, и, соответственно, значение признаков в этой колонке вы перемешиваете между объектами out of back. Соответственно, после этого вы пропускаете такие объекты через это дерево и считаете out of back ошибку. Но в данном случае это будет скорее не ошибка, а out of back метрика. Вы считаете concordance. И затем вы считаете разницу по конкордантности между перемешанными признаками и неперемешанными признаками. То есть, сначала вы варьируете x1 и, соответственно, считаете разницу в конкордантности между деревьями, построенными на неперемешанных признаках x1. И затем через эти деревья вы пропускаете, соответственно, те объекты out of back, у которых значение признака x1 уже перемешано. И снова считаете конкордантность. И, соответственно, разница между тем, что было, и тем, что стало, это и будет, по сути, как бы ваша важность признака. Вот, соответственно, вы можете получить важность признаков с помощью вот такого атрибута. То есть, у вас есть вот этот random survival forest, который вы зафитили с помощью тренировочных данных. И, соответственно, по нему вы можете получать оценки важности признаков. Вот, собственно, это вот как раз и оно. Вот, значит, на этом наша лекция подходит к концу. Есть ли у вас какие-то вопросы? Может, по предыдущей лекции? А можно, пожалуйста, вот здесь спросить, вот насколько вот при выборе порога все-таки сравнивать p-value как бы имеет смысл? То есть, ну, то есть не можем ли мы установить просто порог какой-то 0.05 и на нем остановиться? Или нам важно именно? Смотрите, просто может возникнуть такая ситуация, что у вас несколько разбиений дадут p-value меньше, чем 0.05. И как вы выберете из этих разбиений тогда? Ну, то есть, как бы мы все-таки ориентируемся здесь на то, что, как бы, если меньше вероятность того, ну, как бы, если чем меньше p-value, то, как бы… Да, тем больше вероятность, по сути дела, как бы различий между вот этими двумя дочерными группами. Вот, и, соответственно, вы выбираете то разбиение, которое максимизирует вот эту вот вероятность того, что группы не похожи. Угу, окей. Спасибо. Да, просто про сравнение p-value у меня флешбеки с Мерсета, где мне сказали этого не делать, поэтому мне немножко… Ну, смотрите, да, единственное, что здесь следует добавить, что нужно делать, конечно, ну, поправку на множественное тестирование, когда вы занимаетесь вот этими разбиениями. Вот, так что, да. Смотрите, если вы хотите почитать про это подробнее, я могу отправить, собственно, оригинальную статью по деревьям выживаемости, где вы можете найти какие-то подробности, если вам интересно. Да, спасибо. Вот, ну, хорошо, тогда после лекции я, собственно, отправлю статью в чат. Вот, хорошо, тогда смотрите, что я предлагаю вам сделать в качестве семинарского задания. Значит, есть датасет с пациентами, у которых диагностировали волчанку. Значит, проблема в том, что волчанку у этих пациентов диагностировали не сразу, а через какое-то время после того, как, собственно, она у них появилась. Значит, что у нас есть в этих данных? Соответственно, у нас здесь есть стандартный duration, это время между диагностикой и последним наблюдением, то есть, как бы это типа смерть, либо цензурирование. Затем, собственно, издет – это, собственно, сама колонка цензурирования. Соответственно, true – это event, false – это цензурирование. И дальше все остальное – это, по сути дела, признаки. То есть, здесь что есть мужчина или женщина, белый или черный, возраст во время диагностики и то, насколько поздно была диагностирована волчанка. То есть, как бы, либо она была диагностирована сразу, либо там по прошествии какого-то количества месяцев. Ну, соответственно, что вам предлагается сделать – это построить прогностические модели на основе модели Кокса и случайного леса выживаемости, оценить важность признаков и сравнить производительность этих моделей с отложенной выборкой. При этом я предлагаю вам подойти творчески к построению модели случайного леса, то есть попробовать подобрать оптимальные гиперпараметры для этой модели. То есть, не брать слепую количество признаков, максимальную глубину и так далее, а попробовать с этим поиграться и посмотреть, какая комбинация гиперпараметров даст наилучший результат. Вот, соответственно, такое задание. Вот, если у вас будут возникать вопросы, то не стесняйтесь спрашивать. Вот, и я по-прежнему призываю вас к тому, что те, кому нужен сертификат и зачет, написали мне в личку, что они этот зачет и сертификат хотят. Вот, поэтому, пожалуйста, с этим поторопитесь, потому что времени осталось, ну, по сути дела, на следующее занятие последнее. И, собственно, все сертификаты и зачеты будут проставляться на следующей неделе. Вот, так что напишите, пожалуйста, если вам это нужно. Вот, и все на этом. Спасибо за внимание. Спасибо. А скиньте ноутбук, да? Да, да, конечно, сейчас скину и ноутбук, и, собственно, статьи. А скажите, пожалуйста, вот еще, а что нужно, что будет требоваться для зачета? Для зачета, ну, по сути дела, как бы посещаемость. Вот, так что, если вы посещали, ну, вы бы посещали, вот, так что вы можете вполне претендовать на зачет. Хорошо, я скинула. Вот, так что от вас требуется только прийти, по сути дела, в следующий раз. Ну, это мы сделаем. Спасибо. Вот, все, хорошо. Хорошо. Вот, сегодня, да, покороче занятие, но у вас будет больше времени на выполнение задания. Вот, все, тогда всем спасибо за внимание, успехов. Спасибо большое, до свидания. До свидания.